всем привет друзья рад вас видеть сегодня в наш праздничный уже еще не вечер но уже близко к тому меня зовут александр амбалов сегодня нас очень 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 большая удача алексей гайдин проезжал мимо города санкт-петербурга из мурманск домой и согласился заскочить к нам лёша привет привет рад что ты пришел пару коротких фактов о том кто такой лёша гадин если вдруг вы не знаете фотограф творческого объединения f2 pro является многократным призером российского и международных конкурсов по свадебной фотографии в том числе с по снова аббревиатура как в прошлый раз WPGA просто заграничные скажи не наши не наши конкурсы fearless photographer и my wet awards более того более того в 2014 году алексей был призван 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 нет 23 февраля смешная шутка признан лучшим фотографом по мнению авторитетного свадебного журнала wedding ну что ж я могу обращаться к себе на вы или все-таки можно на ты слушать и перед всем хотел пошли ты кашна ты саш ну класс ну что ж я крайне рад что ты с нами друзья мы сегодня постараемся поговорить о работе фотографа ну то есть мы сперши примерно обсудили тему которая было бы комфортно интересно рассказать вам и сегодня мы будем говорить о том насколько сложный легко фотографу работать в целом о том как не зазвездиться или не утонуть в болоте очень похожих фотографов надеюсь мы осветим эту тему и о том как нужно расти откуда нужно черпать информацию и какую именно информацию нужно черпать чтобы расти как фотограф и как личность в том числе пока мы не начали 10 коротких вопросов отвечай быстро и не думая без подготовки и так сколько лет ты снимаешь 12 сколько лет ты планируешь снимать еще 10 как быстро ты сделал хорошую свадебную фотографию я просто надеюсь не сделал уже хорошо обидон или ньютон видон дэдпул или росомаха дэдпул продолжи фразу роберта кап и если твои фотографии достаточно хороши значит ты облажался 24 миллиметра или 35 миллиметров 24 70 семьей или друзьями семьей творчество или деньги а почему или болели петрозаводск петрозаводск и холоднее на хорошо последний вопрос пинк или green day ну слушай сначала был green day потом пинка сейчас снова green day хорошо ну что ж я думаю что мы отлично разогрелись я думаю что лучше всего начать некого рассказа чтобы представить тебя сразу широкой аудитории потому что смотрят как и новички так и уже продвинутые свадебные фотографы но кроме всего прочего она смотрит довольно много амламовских студентов которые в принципе не свадебные фотографы но так мне сказали что там будет 10 тысяч свадебщиков которые придут на мастер-класс москве мой и я куплю еще один дом себе ну 3 ну естественно еще понятно да а ты мне тут сейчас и тем не менее чтобы в конце удачно все продать нужно неплохо себя преподнести поэтому давай начнем с того что может быть интересно максимально широкой аудитории можешь описать тот стиль свадебные съемки в котором в котором ты работаешь мы как раз картиночки покажем раз и же их отобрал чтобы да да могу описать я в определенный момент кстати когда ты спросил про хорошую фотографию мне кажется что я на пару хороших снял наверно второй год просто их процент был гораздо меньше и понимание того как их делать не было вообще вот но я тогда уже понял что мне очень нравится фотографии это конечно под банальные уже избитая фраза у которых есть истории но история не для меня аля вот эти вот влюбленные там значит люди на этой скамейке и скамейка для них важно нет конечно а фотографии которые наполнены неким событием то есть не просто милый портрет он конечно важен и нужен в рамках все дела а фотография ну которую можно описать и запомнить то есть очень сложно будет описать если выставить рядом 10 фотографий милых там девчонок но может по внешности писать но наверно будет просто описать будут разные фотографии на которых происходит там что-то что тебя цепляет папа держит невесту за руку бабушка плачет в углу и вот момент собачка грызет подол платья я не снял еще такой фотографии на пути ты озвучил то что она может существовать ну конечно я даже более чем более чем один берет только пары с собачками пары с собачками с бабушками извините а о чем мы говорим твой стиль так вот да стиль заключается в том и собственно то что меня продает что я убеждаю парыш не надо фотографироваться на свадьбах ну там ходить на долгие фотосессии и что мы полчаса съемки там более чем вам достаточно на самом деле можно разбить даже на три части вот потому что самое важное что у вас будет происходить на свадьбе это событие то есть не то что вы взялись за ручку и пошли в парк потом в кафе а потом сели на закате нежно теряться носиками все здорово и классно но ну мы надели платье костюм и пошли через неделю после свадьбы никто не понял что что это снято не в день свадьбы зато люди которых вы позвали бы если вы их позвали там не отбить свадьбу даже я видел тут недавно картиночку гуляющих по интернету про кредит на свадьбу взятый и не отбитый да я тоже случайно а люди которые действительно близки то мне кажется что гораздо логичнее фотографиями свадебные показывают но отношение этих людей к вам родственников близких друзей еще кому-то как они там переживают радуются танцуют смеются вот они только ваши портреты ваши александр в платье платье поэтому собственно довольно путану но мне кажется начинаю понимать пару я слушал одно из твоих интервью и ты говорил что в какой-то момент своего творчества ты отказался от пакетов меньше десяти часов но при этом ты говоришь что получаса прогулки достаточно поясни вообще почти на хотя чё почет не секрет я и парам рассказываю которые приходят там на скажем предсвадебную к этой истории что у нас конечно есть там записаны там три часа в нашей программе но давайте мы чтобы никому не было тяжело просто час будем пить чай общаться чтобы я узнал кто вы такие вот поснимаемся час до и час после или может быть час или 40 минут потому что ну моя практика показывает что я где-то на третьем часу непрерывной съемки когда я не снимаю события а я генерирую события то есть говорю где встать и какой эмоции там испытатели провоцирую и я выдыхаюсь на третий час и я понимаю что я уже начинаю повторяться да и очень сложно ну по мне так снять действительно много классных картинок там за эти три часа потому что устают все и при нормальном подходе получаса достаточно чтобы снять разнопланово интересно не скучно и чтобы не стали ненавидеть эти люди которые тебе денег заплатили и в общем позвали на свой праздник поэтому остальные девять с половиной часов до что нибудь да происходит происходит там сборы классном доме или не в классном доме или там в отеле с подругой с мамой с мамой подруги в общем с кем угодно то есть не томаное надевание значит чулочков на ножки у окна то есть если люди которые снимают это классно вот идите к ним до мнение продолжай продолжай да какие-то события потому что вокруг невесты среди которые любят обычно вот соответственно можно снимать вест в окружении этих людей реакции этих людей вот соответственно дальше начинает происходить какие-то вещи там ну вроде регистрации там выездной ли там дворца загса вот дальше начинает представить какие-то тусовки с гостями, банкет, который, если это не вечер поэзии, он наполнен какими-то тоже интересными событиями. Потому что народ на самом деле, на банкет, ну, кроме того, чтобы поесть, приходит чуть пообщаться. Нормальный ведущий не загоняет через пять минут всех с паузы. Как раз в эти паузы там безумно интересно поснимать пару в окружении друзей, просто друзей. Вот 10 часов так и проходит. Это очень интересно, потому что по крайней мере, пару лет назад и, может быть, сейчас, и, к сожалению, не, опять же, как я уже говорил, не мониторю свадебную историю так плотно. Прогулка это гости, пойдите, пожалуйста, погуляйте. Вот вам пару картинок, где вы встали в группу, а теперь мы пойдем гулять с молодыми. И это было стандартным классическим подходом к тому, как свадьбы снимаются. Я думаю, что это есть до сих пор. Вполне может быть, что до сих пор так и делается. Мне кажется, что в регионах и вообще, в целом, начинающие фотографы скорее вкладывают в это усилия, чтобы как минимум набить руку. Я, что греха таить, я в самом начале, который был недавно, сказал, что снимаю 12 лет. Соответственно, первые 2-3 года, когда мы встречались с парой и потом обсуждали, значит, с оператором, блин, прогулка будет 5 часов всего. Мы не наберем материала вообще. Что с ними делать? Как мы отдадим вообще что-то? Вот, сейчас вспоминаем, думаю, елки-палки. Но все меняется, все течет. Поэтому это абсолютно нормально, что кому-то на 6 часов. Кто-то выдает очень классный результат с прогулки, там, 6-часовой, начиная ее на рассвете и заканчивая на закате. Отлично, просто мы все разные. То есть я же не агитирую, что все должны снимать, как я, и вот только так правильно. Ну, конечно, нет. Здесь куча невест, которые скажут, что это вообще, как можно за это заплатить деньги, я пойду, что пенюарчик, значит, накину. И буду... О, кошка стоять. Да, да, да. Насколько болезнен был вот этот твой шаг, волевое решение сделать именно так? Или это было планомерным, размеренным ростом, мол, я понимаю, куда я расту, и как это происходит? Я обещал чавкать просто. А, ну, почавкай просто на 2 часа вперед. Друзья, пока Алексей... Пока Алексей чавкает... Чавкает? Чавкает. Если вдруг у вас возникают вопросы, которые вы хотите адресовать Леше, пишите их в чат, не на Ютубе, потому что я не успеваю мониторить в двух местах. Пишите в чат страницы стрима, тот, который stream.amulab.me. Я их буду читать и, соответственно, перетранслировать Леше. Пока он чавкает. Я все. Все. А в чем вопрос-то был? Вопрос был в том, как ты... Насколько болезненным был этот переход? Да, он не был болезненным, потому что я, видимо, к этому и ушел, просто изначально я это не понимал, потом это стало происходить все чаще и чаще, и уже потом я понял, что, ага, это классно, я так хочу, соответственно, давай я это наконец-то озвучу. То есть я про минимум фотосессий и максимум событийности. То есть не было такого, что я взял в руку камеру, написал бизнес-план на ближайшие 20 лет и решил, что на пятом году я вот отрублю долгие фотосессии и скажу, на самом деле я снимаю долгие фотосессии, но не на свадьбе. То есть можно классно посниматься, там, в Европу поехать, погулять по незнакомому городу или по знакомому. Безумно здорово провести время, там, и поесть, и поспать, и, в общем, закат и рассвет встретить. Почему нет? Но на свадьбе, мне кажется, это, ну, крайне глупо тратить время, дня, к которому люди шли, там, ну, кто-то годами, кто-то за три месяца, по-разному люди к свадьбе ходят. Как быстро ты женился? Я знаю, что ты женат и счастлив в браке. Да, и женат, и счастлив в браке, и даже папа. Мое почтение. Как быстро? По-моему, на, это был второй год или там третий, то есть пару лет мы встречались. Обычно девочки это помнят, ты же понимаешь, мальчики особо грамотные, они гравировочку здесь делают с датой, значит, свадьбы. Дорогой, ты помнишь? Да, конечно. У меня две. У меня, значит, один раз мы в ЗАГСе расписались в апреле, а потом собрали друзей на свадьбу, чтобы в ЗАГС не ездить. Поскольку это был 2008, когда не было электронных очередей, люди спали у ЗАГСа в машинах, дрались там за место в очереди, мы решили, что нам такой романтики не надо, мы можем не пережить, не дойти до ЗАГСа. Вот, поэтому даты у меня две, первую я плохо помню. Ну, в смысле, я помню, что она в апреле. Саша, извини. Саша, простил, пожалуйста. Бог простит. Итак, давай продолжим к нашему разговору. Ты говоришь, что это был такой полномерный рост. Можешь ли ты назвать это неким ростом вверх? Ну, то есть не мутацией внутри себя, когда ты понял, что именно тебе так комфортно, а это некий полномерный рост для среднестатистического фотографа, к которому все придут. То есть, условно, если ты начинаешь снимать, то спустя 10 лет, рано или поздно, ты захочешь снимать событийность. Слушай, не факт. Очень может статься, что через 3 года я буду снимать невесту в пенюарочке у окна и кайфовать от этого. Как раз, мне кажется, абсолютно нормальная история, когда ты меняешься, все интересы меняются. Гриндей или Пинг. Я понял, да. Ну, они же могут... Или Синатра. Поэтому я не зарекаюсь совершенно от того, что когда-нибудь я могу прийти к съемкам «Утро невесты». Вот. Но сейчас вот для меня так, для кого-то, не знаю, там классная декорированная зона на болоте с столиком и корзиночками. Вот. Декораторы старались, невеста сидит, значит, из пустого чайника наливает пустой чай в пустую чашку. Все радуются. На общем плане не видно. Да. Поэтому, ну, не могу я сказать, что все возьмут и к этому придут. А как? Это все официально перестали... Все взяли, перестали снимать портреты и вдруг начали снимать там события. А как же, а люди без аватарок останутся? Окей, я понял. Ну, аватарки можно до, после. Можно, можно. Расскажи, очень интересно, какая пропорция в таком случае получается фотографий? Есть ли вот этот портрет на гулятельная часть, это 30 минут? Типа 20 фоток, 100 фоток. Есть ли не секрет, конечно, поделись. Есть ли не секрет. Я как раз буквально вчера вот мы с ребятами обсуждали. У меня получалось, что, ну, скажем, если у нас сборы, встреча, там, небольшая фотосессия, это, ну, часа 3 из 10 и еще 7 часов событийности, то вот эти 3 часа, это может быть 15% съемки. То есть это не 30. Потому что, ну, если там нет событий, то их очень сложно высосать из пальца. Но те картинки, которые будут с прогулки, это будут не 100 дублей, голова туда-сюда-сюда-сюда, значит, тут ты классная, тут так, а здесь не очень, но отдам все, выбирай сама. Нет, там просто будут хорошие, добротные, классные кадры, где там они вдвоем по одному красивые, вот, и все. То есть у меня нет цели завалить их там огромным количеством дублей в разных фазах, в хороших, не очень хороших, неудачных. Хорошо, я понял. То есть и ЧБ, и цвет еще оставить, желательно, чтобы, ну... И Сепи. Все, все, я понял. Раз уж мы затронули снимательную часть, ну, собственно, не что-то, что я планировал, а про съемку начали говорить. Какие топ-10 кадров должны быть сняты? Без чего свадьба, не свадьба? Ну, по-моему, в прошлый раз я спрашивал про топ-3. Расширяется здесь. Ладно, давай топ-3. Да нет, можно и 10, наверное. И они, как ни странно, у любого... Ты смотрел на стрим? Это фу. Конечно, я же готовился. Ну, чтобы не повторяться, шуточки там вычеркнул, которые уже были. Вот это и не было, по-моему. Да, я понял. Хорошо. Бесконечный запас шуток. В общем, про топ-10 фотографий. Они, мне кажется, у любого фотографа, там, пропагандирующего ли съемку в декоре, снимающего ли там true-репортаж, все равно будут одинаковые, ну, там, с точностью 19%. Фото жениха, фото невесты, фото жениха и невесты вдвоем в рамочку маме, бабушке, да и себе потом. Да, я понял. Вот. Ну, может быть, там фото, где они вдвоем там не смотрят в камеру, вот такие прям и хорошо им. Фото с родителями, фото со старшим, общая фотография. Вот. Ну, и дальше еще там пара-тройка картинок, которые там передадут атмосферу праздника. Я не про свечку догорающую в конце, а про, там, треш-угар, который на банкете. Окей, класс. Можно не стрешиться. Это мысль у меня сейчас только что пришла. То есть все, вот ты уже третий гость, который приходит к нам, все называют примерно одни и те же фотографии, ну, типа, он, она, они, они с мамой и папой, они с бабушкой и дедушкой, я понимаю, что это есть некая классика того, что именно нужно людям, да, показать детям, внукам, друзьям, типа, а вот я была молодой и красивой, а я был, типа, не седой и не лысый. Но справедливо ли будет утверждение, что большинство людей может сделать такие кадры? И да, и нет. На самом деле, часть этих кадров, если выставить свет, поработать с парой и дать камеру кому-то, примерно то же самое и снимут. Но я опять сейчас пойду по тропинке, которой там ходила уже толпа фотографов, про то, что фотограф это психолог, и значит с хорошим фотографом пара раскрывается, но в принципе так и есть. Вот, если ты не бесишь там с камерой стоя из угла что-то бурча, а я видел такое, когда там больше снимал в ЗАГСах, там какую-то дядьку в жилетке, ну прям фотограф-фотограф, который снимал пару, значит, куда-то снизу, ну улыбнитесь, ну блин, послал же бог пару мне сегодня. Прям вслух, вот знаешь, не парюсь совершенно, я думаю, блин, ну как они тебе будут улыбаться? Вот, поэтому отчасти да, то есть это простые кадры, с другой стороны нет, потому что, почему? Хороший вопрос, но я могу предположить... Это я его тебе задал. Интервью начинает принимать неожиданные обороты, друзья. Если мы говорим, что не каждый может и снять, то вероятно... Смотри, я бы перефразировал, то есть технически уже айфон тебе даст снять почти все эти кадры, так что можно было их напечатать. Да, да, и подружки обычно влезают, так что, типа, ну ты же поставил свет, я быстренько... Да и пожалуйста, мне не жалко, то есть если я поставил свет, пришли подружки снимать, я не буду гасить свет, нет, снимайте в плохом свете, на здоровье, пусть у вас тоже будут классные фотографии с вашими друзьями, вот. Другое дело, что, ну подружка, там, не заморочится, этот свет принести или, там, к окну подвести, но это же какие-то вещи, которые, если ты, ну, примерно понимаешь фотографии, там, какие-то азы, если ты, там, посмотрел курс Амлаб, вот, то... Это не реклама, у него куплена подписка, я в шоке вообще, мы тут все в шоке. Мне обещали вернуть деньги, если не понравится, мне понравилось. Подожди, мы обещали в конце вот эту рекламную часть дать. Мы вообще не обещали ее давать. А с кем я говорил по телефону? Короче, про подружек. Подружки классные, у них платья, ноги, там, все, вот это, а мы о другом говорим. Подружки, свет, почему не... Зачем называть фотографа? Да, да, да. Ну, хорошо, нет, подожди, давай, зачем называть фотографа, понятно, зачем называть фотографа, который стоит, типа, десятку в час и меньше десяти часов не берет? Ну, я классный. Мне кажется, это уже достаточно, чтобы сделать праздник еще более запоминающимся. Многим хватает, а? Многим этого хватает. Ну, по мне, да к многим, потому что меня жена не видит практически, ругается, ну, так, любя или любит, ругаясь. Ну, в общем, хватает, да. Другое дело, что помимо этих десяти фотографий, хороший фотограф, он же, ну, действительно атмосферу передаст. То есть, как бы это ни звучало, уже там заезжено слово атмосфера, воздух, wedding inspiration, вот, так и есть. То есть, как мне, собственно говоря, там и ребят, там, клиенты, и организаторы, с которыми мы работаем, что, глядя на эти фотографии, я действительно понимаю, что праздник удался. Все отлично. То есть, более классно, мне кажется, сложно охарактеризовать эту съемку. То есть, глядя на эти фотографии, я понимаю, что невеста была красивая, но это такой сомнительный комплимент, да? Ты, как фотограф, не испортил ее внешность, вот. А глядя на эти фотографии, я понимаю, что праздник был классный. Даже если в какие-то моменты он был не классный, вот это прям респект. Хорошо. Отлично. Спасибо. Окей, ну, не мне. Раз уж продолжаем тему съемки, то в двух словах, на что ты снимаешь? Все постоянно этот вопрос задают, и я опережаю его. Короткий список того, что, по-твоему, у тебя есть и нужно, и того, что у тебя есть, ты мог бы обойтись, и того, что... Короткий список. Что бы ты хотел еще добавить, если такое есть? Хорошо. Я снимаю на единицу DX, у меня 24-70 второй версии, это мой основной набор. Ну, если говорить про камеры объектив, то есть у меня есть Мширик, у меня есть 135-й, но 90% картинок, то есть если в Lightroom кликнуть по линзе, вот. Это будет связка единицей 24-70. То есть есть для красивости, там, полтинник 1,4, я его иногда не надеваю. Есть 16-35 для кадров, там, когда общая фотография больше, чем 60 человек в каком-нибудь очень тесном месте. Вот. И, собственно, все. Я просто понял в определенный момент, когда-то у меня вот сначала был 70-200, я снимал вот эти головы на размытых фонах, потом появился 16, и стало, значит, сразу много всего в кадре, и у меня даже это стало получаться, это много всего в кадре разложить. Но по факту классное кино не снимают на 16 миллиметров. Ну, если у тебя нет цели, передача человека накрыла чем-то психотропным, вот, и он видит мир каким-то, в общем, расширенным сознанием. И наоборот, ну, то есть там сильно длинным тоже редко снимают, прям только голова и подбородок. Кроме диалога. Ну, да. И получилось, что 24-70 прям очень классный объектив, которому можно передать практически все, за там очень маленькими исключениями. Вот вся моя связка. Если про свет говорить, то это три вспышки, LED-панели, там, фонарики и прочее. То есть я, ну, если есть необходимость, она зачастую есть, конечно, дополнительностью я там пользуюсь активно очень. Что меня, собственно, и выделяет, наверное, в том числе среди фотографов. Потому что все это умеют, но в основном ленятся. То есть я просто тут недавно, я закончу мысль. Давай, давай. Вот, собираясь на съемку, причем съемка какая-то, ну, там, два часа, какое-то мероприятие небольшое. Кладу в рюкзак камеру, значит, объектив, собираю вспышки, беру стойки, все это кидаю в багажник, еду и думаю, блин, а лет пять назад я бы, наверное, имея все тот же набор, вспышки, стойки, подумал бы, брать мне с собой свет или же, я еду сейчас, вот, брать мне с собой свет или все-таки недостаточно классные эти клиенты, чтобы я ради них заморачивался, вот. Ну, дурацкие мысли посещали, ладно, не пять лет назад, восемь, вот. Снял из себя грустно. Конечно, да. Это за давностью, по-моему, уже нивелируется. Нивелируется. Вот, поэтому я стараюсь не убиваться, там, по открытым диафрагмам, по, там, красиво размытым фонам, а все-таки больше упора на содержимое и на то, как содержимое подано, ну, то бишь, на свет. Мы же могли сейчас сидеть с тобой у окна, а сидим в красивом свете. Ну, ты же понимаешь, что Петербург и шесть часов вечера – это у окна. Ну, есть же куча народу, который снимает в доступном свете. Ой, он закончился. Два года назад мы так делали, но, как ты видишь, все обжигаются. Итак, закончили мы про технику. Хорошо. Я думаю, что мы закрыли все вопросы, которые могут быть про технику. Интересно, что вот это использование искусственного света с жестким, естественным светом очень напомнило мне Гринберга. Да, я один из тех людей, кем я вдохновляюсь именно по свадебной фотографии. Да, так и есть. Скрывать нечего. Окей, окей. Давай тогда чуть-чуть попозже поговорим про тех людей, которыми ты вдохновляешься. А пока у меня есть вопрос про ваше творческое объединение. Оно называется F2 Pro. И можешь рассказать о нем чуть подробнее? Не знаю пока, с какой стороны подступиться, потому что не очень много о нем знаю. Но вы существуете довольно давно. Сколько? Восемь, семь лет? Восемь или девять. Окей. Я не с самого начала, но его Саша Медведев организовал, образовал, собрал энное количество лет назад. Ну да, скоро десятилетний юбилей, видимо. Когда, ну собственно это есть на сайте, и примерно там легенда совпадает с тем, что я рассказываю. Когда вроде как рынок свадебных фотографий там начинался, но на его фоне очень сильно выделялись люди, которые делали это, но по тем временам очень классно. То есть время меняется. Понятно, что глядя на старые фотографии иногда можно просто улыбнуться, но как минимум это было интересно, не скучно, вот, и очень здорово продавалось. Поэтому Саша собрал вокруг себя там сильных фотографов, образовал объединение, создал там некую бизнес-идею там с менеджером, который часть вопросов организационных на себя оттягивает на самом деле достаточно большую. Это очень круто, потому что фотограф снимает, менеджер договаривается, там дизайнер дизайнит. Вот. То есть ты же тоже, наверное, не сам там записываешь стримы, бегая к камере, у тебя есть там команда, у вас есть команда, ладно. Помашем Кирилл и Ири. Так и здесь. Каждый занимается своим делом, это очень классно. При этом всем разным. Это очень интересно, потому что ты сейчас рассказал не о фотографах, которые находятся с тобой на одной линии, а именно о людях, которые есть помимо фотографов, которых, вероятно, никто и не видит никогда. Ну, то есть они не выступают на передний план. Насколько, я так понимаю, что эти люди крайне важны? То есть именно они и являются объединяющей силой или все-таки нет? Ну, объединяющей силой у нас является, да, конечно, наш менеджер, то есть которая нас любит и которую мы любим. Вот. Деньги деньгами, но все-таки это уже отчасти семья. Да, как ни странно, и как бы это ни звучало высокопарно и пафосно, это правда. Аня, привет. А люди, которые сейчас в F2Pro активно снимающие, это Оля Андреяш, это Маша Окунева, Юля Франтова, Леша Гайдин, это фотографы, да, значит, Сергей Новиков и Михаил Сазонов, это операторы, Анна Иванова, наш менеджер, вот. Ну, Саша Медведев как идейный вдохновитель и организатор. Он все еще есть на сайте. Он просто над нами. Окей, окей, хорошо. Да, здесь тоже витает его дух. Да, я вот зашел и прям хочу сказать. Сразу медведевым запахло. Саша, если ты насмотришь, и тебе тоже привет. Итак, значит, Саша вас всех собрал, но ты был не с самого начала. Не с самого начала. Ты сказал, что рынок свадебной фотографии только начинался, и вы двигали его. Ну, я тогда еще был среди тех, кто смотрел на Эфтопро и думал, блин, какие они крутые, какие у них объективы, на какой диафрагму они снимают. А, ну, здесь это настолько давнее время было, да? Да, конечно, да. Ну, сколько, 8-9 лет назад, это 2008-й, может, даже 7-й. Не, не, раньше. Раньше, да. А я с 2005-м начал свадьбу с ними. Я там знал с Сашей, но я с ним познакомился, будучи ассистентом у своего друга-оператора на свадьбе в Питере. Я узнал, что фотографом будет Медведев, напросился держать лайт-диск, вот, и там с Сашей познакомился. То есть это не было причиной того, что меня потом взяли в Эфтопро, но, может быть, было одно из галочек, вот. Мне очень интересно было, да. Перевернуло мозг просто на тот момент, потому что у меня, повторюсь, была цель снимать минимум 5 часов фотосессии. А тут я смотрю, что они там погуляли час, на снимали классных кадров, там, где еще люди живые, то есть не вот там голову туда-сюда и платье подержи, вот. А они там улыбаются, причем улыбаются друг другу, не потому что их фотограф попросил улыбнуться. Потому что им не сильно хорошо. Класс, да, перевернуло голову просто. Давай тогда расскажи об этом чуть подробнее. Насколько сильно вообще изменился твой подход к фотографии с приходом в F2 Pro и в процессе существования в F2 Pro? Слушай, скорее изменился подход не к фотографии, а к осознанию того, что эта работа точно такая же, может быть даже зачастую более сложная, чем работа на работе, на кого-то. Ну, то есть очень многие же идут в фотографию. Ничего, что я заберу. Я помню, это был вопрос, забежал я к нему. Вообще все хорошо. Отлично. Многие идут в фотографию, там, я купил камеру или взял в кредит, или подарил, не суть важна. Оказалось, в руках камера. Делаю фотосессии. Да, делаю фотосессии. Так отлично, делай. Но многие воспринимают это как некий фан. Я буду снимать классных телочек, вот. Или я буду там снимать классных невест на классных свадьбах в доступном свете с полтинником 1,4 или 1,2. Это будет моя фишка, да. Я не буду снимать с гостями. Я не буду снимать моя фишка, это невеста в платье вертикально в рост. Это будет мой продающий кадр. Но на самом деле работа свадебного фотографа, это все-таки работа подразумевает в себя. Я сейчас не буду говорить про то, что свадебный фотограф там снимает макро-репортаж, вот все вот это дребедень. Нет. Ты должен думать постоянно. То есть ты должен думать, как сделать так, чтобы ты, а, выдал продукт, за который тебя купили, остался сам доволен съемкой, оставил довольный съемкой клиентов, организаторов, которые тебя туда продали, максимально... Менеджер, который за тебя поручился, да. Который дал тебе по башке, если пара еще как бы обидится и уйдет, то менеджер точно вставит. А еще не помешал никому на площадке при этом. То есть это вот проблема на самом деле. Проблема почему? Потому что надо четко разделять, что удовольствие, которое мы получаем от съемки, если повезло, мы все-таки его получаем, я в целом про фотографов, оно должно соседствовать еще и с включенной головой постоянно. И когда на мастер-классах или встречах рассказываешь истории про то, что надо делать на свадьбах, приходя на площадку, народ говорит, как? Да ладно, я вот прихожу и снимаю, меня ничего не касается. Я не буду говорить со световиком, что свет не туда светит, и можно поменять будет лучше. Я не буду говорить с декораторами и спрашивать, на что лучше обратить внимание, что там они делали 3-3 суток до свадьбы, а я забыл это снять. То есть люди по барабану, они пришли творить. Это все здорово и классно, но это вот как раз то, чего она меня научила работа в Автопро, не делать. Окей, окей. Не просто творить, а думать. Это интересно, как это совпадает со словами Кости, который был у нас в прошлый раз. Его фраза просто у нас теперь цитата, его все ходят. Он говорил, что организаторы свадеб, свадебные организаторы не берут всех подряд, потому что боятся, и когда они работают с новым фотографом, они стараются избегать неизвестных лиц, потому что вдруг они какие-нибудь творческие. И вот это вдруг ты какой-нибудь творческий теперь стал устойчивым выражением, и ты говоришь о том же самом. Ну, то есть продолжается мысль о том, что это сложная работа. Ну, она не сложная. Если ты понимаешь, что надо делать, она не сложная. Она трудозатратная, да. То есть ты устаешь, и тебе надо действительно много сделать. Не просто ходить с камерой и творить, а делать еще кучу вещей. Но при этом, я бы не называл, сложная работа, не знаю, в металлургическом цеху отливать какие-нибудь болванки по 12 часов. Вот это сложная работа, наверное. Хотя можно поспорить. Или там в НАСА работа монтировать телескоп на астероид какой-нибудь. Да, наверное, тоже сложно. Ну, господи, работа с вами автографа это классная работа, просто достаточно тяжелая. Она просто неожиданно тяжелая становится для тех, кто не ожидал, что там придется работать. Или как. Окей. Я не просто буду щелк-щелк. Тогда, если тебе не сложно, разверни эту мысль. То есть, если мы говорим о работе, какие основные элементы в процессе свадьбы должны обязательно присутствовать? То есть, что больше всего силы занимает? Что является самым ответственным? Ну, ты спросил. Это сродни, на самом деле, вопросу про топ-10 фотографий. Вроде как. А вроде как и нет. Можешь перефразировать? Я пытаюсь сейчас... Да, давай, я попробую. Основная мысль, которую я хочу от тебя выцепить, это, чтобы ты немножко развернул. То есть, ты говоришь о том, что это работа, это сложно, о том, что это ответственно. Ну, то есть, сложно в определенных рамках, ответственно в определенных рамках, это все понятно. Где именно эта ответственность? То есть, представь себе, что, скорее всего, люди, которые смотрят тебя, могут не знать свадебную фотографию вообще. Или только начинать. Предостереги их от банальных ошибок. Где чаще всего люди обжигаются. Ты, наверное, века ведь общаешься с огромным количеством свадебных начинающих фотографов на мастер-классах. Какой, не знаю, самый главный тупняк среди них возникает? Слушай, очень часто, когда отсматриваешь серию фотографов, прям есть очень продающая, любимая серия, и тебе говорят, это такая классная пара, мы с ними так, значит, подружились. А есть, я говорю, да, окей, классно, посмотрели, а теперь покажите мне какую-нибудь там среднестатистическую, которая не вывешена у вас на сайте. Вот ты смотришь, и между ними прям провал. День и ночь. А деньги заплатили те же. Или, может быть, даже больше заплатили те люди, чья сумка хуже. Ну, как-то вот меня не перло. Так вот, а с какого это тебя может переть или не переть, и это отражается на результате, если люди заплатили тебе одинаковую сумму денег? Либо тогда в договоре прописываешь, что в случае, если, значит, да, коэффициент удовольствия фотографа меньше единицы, то, в общем, количество классных кадров будет там. Ну, так же никто не делает. И, наверное, это одна из основных ошибок. Это все та же история про фан. Ой, мне, ну, что-то не весело на этой съемке. Я тогда не буду особо тут убиваться. Я слышал историю, знаешь, ну, там банкет был не очень, я поэтому оптику решил не менять. Вот я снял все на один объектив, но просто чтобы к сумке не ходить. И вообще. Свет был плохой, но как-то вот все было вяло, я даже решил свет свой не ставить. Он у меня был, но, ну, как так вообще? Что это такое? Ну, тебя с таксистом все равно повезет. Ну, да, да, да. Даже если ты некрасиво. О, ты в синей куртке? Нет, слушай, у меня... Я не люблю такое. Вообще, выйди из машины. То есть это, ну, четкое понимание того, что мы реально работаем. Мы делаем работу за деньги. Нам просто повезло, что мы еще удовольствием от этого получаем зачастую. Вот. Кто-то во время съемки, кто-то во время обработки рисует нам сердечки в боке. Не важно. Важно, что есть куча народу, который работает за гораздо меньшие деньги, не получая удовольствие совсем. Вот. И ничего. А то, значит, работа мечты практически, вот, для особо продвинутых, там, отдельно делает обработчик, отдельный счет. Нравится снимать? Снимай все остальное, делегируй, пожалуйста. И то умудряются ныть и гундеть, вот, пара не та, декор не тот. Тут ее, значит, снимать уже не буду творить. Не протпали-ка. Ну, блин. Идиот. Хорошо, мы так или иначе... Нельзя так говорить. Да нет. Можно. Мы же не обращаемся к кому-то. За камерой мы с тобой потом это обсудим. Мы плотно подходим к вопросу о том, как нужно... Немножко мы перескакнули в 2 про, неожиданно. Вернуться можно. Потом можно вернуться, но продолжая тему, мы так или иначе подходим к вопросу о том, где и как нужно учиться. Потому что ты говоришь о довольно большом количестве вещей, которые нужно знать и уметь, и выдерживать уровень, то есть некая планка, которую ты обещаешь, чтобы там среднестатистическая фотосессия Леши Гайдена выглядит вот так, и у вас она будет выглядеть примерно так же. Ну, только с вашими лицами, в ваших локациях и так далее. С вашими эмоциями. С вашими эмоциями. Ну, типа, если свадьба будет унылой, она у меня все равно будет классной. Или как? Да, типа того. Да, окей, класс. Соответственно, мне очень интересно узнать, как же ты учился этому, если ты снимаешь так много лет. Это постоянная практика, не знаю, там, 100 свадеб в год, или это хождение на мастер-классы, или это чтение книг. Можешь дать совет тем, кому еще нужно учиться? И вообще нужно ли учиться всем? Ну, вообще всем нужно учиться, я бы так сказал. Окей. Потому что... Потому что... Я проснусь с мыслью о том, что я все знаю и умею. Либо мне будет лет 95, и у меня уже просто настолько будет лень заряжать атомную батарейку от Canon 6000D Mark 7, что я просто решу, все, хватит. В 95-то действительно пора на серф. В 95-то тяжело, да, пора на серф. Ни раз не катался, кстати. Например, это хороший. В общем, почему надо учиться? Я сейчас не про то, что приходите на мой мастер-класс, я вас учусь. Нет, учиться же можно по-разному. Можно учиться, заплатив деньги кому-то. Можно учиться. Есть люди, которые учатся бесплатно, потому что на самом деле огромное количество информации на том же YouTube в свободном, открытом доступе. Но как только спрашивает, ну там, не знаю, кто-нибудь из фотографов спрашивает, а как мне вот сделать то, то и то? Я вот хочу там со вспышками так-то и так. Набери стробизм. В YouTube эти выдаст массу. Нет, ты расскажи мне пальцем ткни, желательно, чтобы это было бесплатно. Проблема в том, что когда это бесплатно, сразу ценность информации теряется. Ну, не мне тебе рассказывать, как человек, который, честно, на этом, наверное, уже собаку съел. А может, корову. Я приближаюсь к лошади. Вот. Я был в Казахстане просто, я знаю. Ну, хорошо. Мы сейчас про путешествия позже. Про лошадей. Учиться важно. Учиться важно, да. Потому что пока тебе это интересно, ну, то есть пока ты отдаешь себе отчет, что ты не все знаешь, а не все умеешь, тебе это интересно. Интересно снимать. То есть я же снимаю не только свадьбы. Я снимаю... Я просто не все показываю, что я снимаю, потому что где-то мне не нравится тот уровень, который я пока выдаю там вне свадебной фотографии. Где-то я не хочу снимать постоянно съемки там, потому что это там либо очень много времени съедает, либо много сил. Но я вписываюсь в какие-то совершенно далекие от свадебных историй вещи, ну, касающиеся съемки. Просто для того, чтобы в чем-то научиться. Там интерьерная съемка, окей. Еда, не вопрос. Каталожка, почему нет? Не с целью, вот я заработаю все деньги в мире. Да нет, конечно, там платят гораздо меньше, когда ты не классный. Ну, не прям не топ в этом деле. Но зато это дает возможность себя попробовать в чем-то вне свадебном, да, и ответить там на многие вопросы, попробовать что-то новое, в конце концов, съемки. Как раз Александр Красаков спрашивает, что тебе интересно в фотографии помимо свадеб? Ну, ты назвал интерьерку, каталожку. Ну, это я сказал о том, во что я вписываюсь. А интересно мне, ну, у меня был момент, когда я еще снимал достаточно много концертов, и уже начинал снимать свадьбы. И на концертах мне очень нравилось снимать. В принципе, фотография, которой я начал заниматься, то есть до того, как вообще снять свою первую свадьбу, это был стрит, надо было, кстати, надергать картинок, я чуть не подумал. Да, потому что ты известен как человек, который начинал именно со стрит фотографии. Вот, и мне это осталось интересно. Другое дело, что когда достаточно много работы, ну, пойти из дома, взять камеру, просто пошататься, я возьму ребенка, пошататься просто. Окей, ну, то есть это другие способы. Да, да, другая немножко история. Но, да, это мне интересно было, и сейчас интересно. В принципе, это все равно событийная фотография, так или иначе. Ну, да, особенно стрит, ну, то есть ты как раз это не дешевле. Да, я, если об этом, то, ну, окей, у меня есть день, когда, значит, мне можно просто взять камеру, можно, нужно взять камеру и пойти что-то снимать. И есть выбор, там, выбрать классную девочку, там, в бикини, и снять ее на пляже, там, или в полях карельских, там, или питерских, вот. Или пойти все-таки в, там, знакомый или незнакомый город, там, в классном свете, поснимать людей, я выберу второе. Пусть классных девочек снимают люди, которые классно это делают. Я не прочь, я посмотрю в Инстаграме потом. Окей, ну да. Ну, окей. Итак, соответственно, учиться — это важно. Спорить не буду, действительно так и есть. YouTube был назван как источник. Давно ты находил что-нибудь в YouTube полезного? А я не ищу сам. Это как с... Знаешь, я боюсь верность цитаты переврать. Ну, типа того, что тебя, там, в школе или в универе, там, учат не запоминать физические величины. Да. Так вот, есть ресурсы, которые эту информацию суммируют и выдают. И, конечно, я их смотрю, то есть... Да, окей. Я думаю, тогда сейчас все ждут, что ты их назовешь. Хотя бы парочку, если это, конечно, не коммерческий секрет. Слушай, да нет, не коммерческий секрет. Это даже сейчас будет вразрез с нашей политикой, но украинское сообщество Strobius, ребята, которые делают... Да, да, да. Это как раз про искусственный импульс. Да, да, да. Они там что-то китайские, там, тестируют истории, сами что-то собирают. Они делают огромное количество, там, статей своих видеоуроков, каких-то видеозаписей иностранных, вот. И достаточно интересно смотреть, потому что не скучно, потому что разное все время. Потому что я понимаю, что сам я потратил бы массу времени на поиск, может быть, нашел бы что-то лучшее, но времени бы больше потратил. Окей, окей. То есть ты отдаешь это на откуп редакторам разных информационных потаторов? Есть люди, которые за это деньги получают и делают это лучше, чем я, в поиске информации, ну, узкой вот этой. Окей, окей. Так и, пожалуйста. Помимо стробиус, что позволяет тебе держаться в тренде свадебной фотографии, если ты, конечно, стремишься вообще к этому? Ой, так а тренд же сейчас, ну, моя фотография, она скорее ближе к классике, чем к тренду. Ну, как классике. То есть классика, у некоторых классика это встали колышками, вот классика. Но в хорошем смысле же классика это просто фотография без привязки ко времени. То есть там, да, я где-то балуюсь со вспышками там на свету и прочее, но убери эти фотографии, которые просто выделяют мою портфолио на фоне других, и останется фотография, там, событийная фотография, там, с милыми портретами и обнимашками, вот, которые, ну, если там не видно, какие машины сзади и какие вывески на домах, то, в принципе, она может быть снята и в шестнадцатом году, и, там, в восьмидесятом, наверное. Ну, по одежде будет другого. Окей, окей. Вот. А другое дело, там, если мы говорим про тилт, значит, под пленочку, и вся вот эта история, которую, там, ну, смоет через, там, год-два. Ну, не бывает так, чтобы взял и тренд удержался десять лет, да. Красили же, там, траву фиолетовую, я помню, там, какие-то отдельные личности. Было, да? Те синие тени, там. Я помню боке, но синие тени, безусловно. Рисованные боке, да. Ну, придумается что-то дальше еще. Поэтому тренд – это вот то, что сейчас, ну, наверное, да, на Майведе, там, на первых, там, трех страницах. Ну, да, это пленка и такая, желательно снятая на пленку. Пленка желательно снятая на пленку. Ну, да, на закате вдвоем мы рядом со столиком, с пустым чайчиком. Хорошо, пожалуйста. Окей, а не урезает для тебя это в коммерческом плане? Ну, то есть не бывает ли такого, что к тебе приходят и говорят, вот мы хотим, вы, конечно, классный, и нам нравится ваша фотография, можете снять, как он? Такое у тебя бывает? Бывает, знаешь, что бывает? Нечасто, неправильно, бывает. Когда нам нравится, как вы снимаете, но постановочную часть мы хотим от другого фотографа. Я не против, если он ее снимет? Да на здоровье. Если у вас есть денег заплатить за двух фотографов, я только за. Да, я пойду гостей снимать, пока вы на закате снимаетесь и получаете классные картинки, которые вам нравятся именно на закате вот этого фотографа. То есть дело же только в деньгах. Можно себе позволить все что угодно. Можно 5-5 заказать разных. Но это будет перебором, конечно. Ну, то есть тебя абсолютно не смущает, что ты не единственный фотограф или, условно, не главный фотограф? Я несколько раз в год я работаю вторым или где-то третьим фотографом, выполняю какие-то узкие задачи в большой команде, в большой свадьбе. Это интересно. Интересно под началом у кого-то побыть, посмотреть, на что он акценты делает, как он собирает. Это как раз является часть обучения. Это обучение, на самом деле, да, да, да. Мало того, что все еще за это деньги платят, вот. Ты еще и учишься. Больше у меня за мастер-классы деньги плачут, и я на мастер-классах тоже учусь. Потому что, ну, нельзя знать все. У меня часто ученики рассказывают такие истории, там, а почему ты не делаешь так? Ух ты, а так можно? Отлично же. Работа о мечте, я же говорил. Да, я понял. Мы тут были год назад где-то на лекции Быстрановского, знаешь, такого арт-директора из студии Лебедева. Он как раз говорил, что самое крутое ощущение в моменте обучения является эта фраза, когда ты в голове произносишь, ух ты, а что, так можно было? Это значит, что ты вот, что-то у тебя внутри сломалось, и ты пережил что-то новое и стал умнее. Ну, потому что, условно, твое сознание достаточно ригидно, ну, как и все наше сознание, да? Мое тоже. Не обидай. Я не хотел тебя видеть. Наше сознание достаточно... Твое, кстати, тоже. Соответственно, люди вокруг помогают его расширить, да? Да. История про зону комфорта и все такое прочее. Смотрите, какой у него большой пат в руках. Это не обман зрения. Я первый раз сегодня вижу такую штуку. Давай пару вопросов от зрителей, чтобы они не чувствовали себя обиженными. Извините. Да. Роман Кашнер спрашивает, какую оптику ты использовал, когда только начинал заниматься свадьбой? Ну, какую сейчас, мы, соответственно, знаем. Плюс я слышал в продолжении истории вопроса от Романа, что ты или, может быть, F2Pro в целом, как объединение, начали впервые снимать на широкоугольную оптику. Это как некий тренд задавали. Правда ли это и изменилось ли что-то с тех пор? Давай первое. Про оптику. Я, в общем, будучи молод и впечатлителен, очень был подвержен разным течениям. И когда Саша Медведев там везде писал, что надо снимать на связку 35,85 мм, я снимал на связку 35,85 мм. Достаточно долгое время. На самом деле, этому предшествовала еще более дурацкая история, когда я покупал свою самую первую камеру Nikon D70. И пока она шла, то есть никто не было в каждом магазине, надо было что-то заказывать. Я прочитал там порядка 80 страниц на XBT, на обсуждении камеры Nikon D70 с какого-то объектива. И красной нитью через все эти 80 страниц шло, что он очень классный на восьмерке. Снимай только на восьмерке. Остальное нерезко. Я год снимал на диафрагме 8 на Nikon D70. Поэтому, когда у меня друг купил такую же камеру и показывал мне какие-то картинки, а что они такие воздушные у тебя? Я говорю, вот, надо же на восьмерке снимать. Остальное лажа нерезко. Вот написано, читай. Дурак, что ли? В общем, 35-85, но на тот момент, наверное, да, это было актуально. Сейчас вот я тоже дурак, что ли? Есть удобный объектив. Ну, чуть рисунок может быть не такой воздушный, зато это будет классная резкая картинка, которая будет играть не только передним планом и размытым в кашу задником, а будет многопланово интересной. Зачем я буду убивать интересность картинки за счет баке? Вот, поэтому, да, связка была такая, а потом потихонечку я там добавил туда 16-35, попробовал там 50-85, с 85 не подружился и пришел 24-70 и сказал, прям, спасибо, Кэм. Окей. Еще раз история о том, как Леша снимал на разную оптику. Раз уж мы затронули влияние людей на тебя, какой фотограф был последний, кто повлиял на тебя больше всего? У которого ты научился? Ты понимаешь, да, я пытаюсь тебя вытянуть, где и как ты учишься и что ты делаешь? Слушай, я на самом деле учусь, я периодически там себе туда в Петрозаводск, а я, ну, не секрет, что живу я в Петрозаводске, а работаю я в Питере в основном, ну, плюс на по-за границам что-то. Я там просят, ребята, привези там кого-нибудь из там, фотографов, которые мне не близки совершенно. Последний, кого я привозил в Петрозаводск был Леша Кеняпин. Не близки в смысле стиле. Ну, я понимаю, да. Да, то есть это как раз вот та самая трендовая фотография. Я думал, ну, окей, я привезу, посижу, послушаю. Интересно, офигеть. То есть чувак не просто так снимает на тел, потому что это модно, а потому что он выдает очень классный продукт, продуманный совершенно, да, там, может быть, да, там можно услышать там, что да, да он заимствовал, там, у того, у того, да и пофиг, если он сделал это классно и переварил внутри себя, выдал классный результат, почему нет? В общем, как ни странно, я не учусь только у фотографов, которые снимают там только репортажку или там только с искусственным светом. Если есть возможность мне ступить ногой там в, хотел сказать, болото Фейнарт, в мир красивой фотографии, конечно, я поступлю и поучусь. Конечно. Поэтому, ну, ребят, просто ходите, смотрите, слушайте, знакомьтесь. Вы снимаете ветпати в этом плане, ну, и вот вся вот эта ежегодная история с тусовками фотографов очень мне всегда интересна была, потому что я приезжал сам, готовился что-то рассказывать, соответственно, каждый год жена что-то рассказать новое, потому что примерно одни и те же люди, то есть что, одно и то же-то слушать? Сидел, других слушал, там, в кулуарах что-то обсуждали. То есть любой мастер-класс, он же полезен всегда, сейчас, он полезен не только тем, что лектор расскажет, он зачастую полезен тем, что ты пришел и среди там 20 или 30 таких же немножко больных на голову, как ты, пообщался и от них получил ответы на вопросы, которые тебя парили, волновали, нехорошее слово парили. Интриговали. Можно и так сказать. Не давали спать на чай. Хорошо. В таком случае, если мы говорим о тебе как фотографии, которые снимают больше классику, я понимаю, что ты в топе, многие вдохновляются тобой. Ну, заходишь на MyVet, как бы там, через каждую десятую фотографию твоя, ну, то есть она постоянно наверху. Ну, немножко лезьте. Но в любом случае, как бы то ни было, ты все время, ну, то есть ты в топе, это сложно, с этим ты не будешь спорить, я надеюсь, да? Очень большое количество людей видит твои фотографии. Вероятно. То есть я могу предполагать, что я дозреваю, что и клиенты тоже довольны. Но если многие вдохновляются тобой, то кем вдохновляешься ты? Или чем вдохновляешься ты? Очень многим она нравится. Ну, то есть, коль скоро ты в топе, да? Вполне возможно, что это только фотографам, поэтому ты в топе. Я продолжу тему, которая там уже была и на прошлом стриме, и на позапрошлом, она, наверное, будет на следующем. То есть, ну, далеко не только свадебными фотографиями, далеко не только фотографиями. У меня, может, музыка там классная, как по радио, или там выпал мюзик, для вас вот это, да, на что-то вдохновить. Да, то есть создать и задать мне настроение, которое меня уже там сподвигнет сделать что-то дальше. Какое-то классное кино. То есть... Расскажи какой-нибудь случай, ну, то есть, что из последнего с тобой так... Ну, слушай, я не знаю, ну, Амели же ты смотрел фильм? Да, конечно. То есть, он там для своего времени был просто... Я помню, я ходил после недели, наверное, такой прям... У меня соци... Сотворило. Что-то в таком виде... Ну, как классно оказывается, да. Я не к тому, что фотографии из стоп-кадра из Амели, нет, но просто какое-то классное настроение, вот такое прям... Оно... Ну, мы же фотографии, мы передаем там, пусть это звучит там банально, свой внутренний мир, да. Художник пишет, мы фотографируем. То есть, мы сквозь себя пропускаем, и там кто-то уныло снивает, кто-то там чересчур весело, эгей, там ноги на ширик, и, значит, туфля из угла в угол кадра, вот, ну, 16 миллиметров, круто. То есть, нормальная, абсолютная история. Я, в принципе, люблю жизнь. Людей я люблю тоже почти всех, за исключением тех, которых не люблю. Вот их не люблю вообще. А которых люблю, тем не нравится. Вот. А, собственно, и фотографии... Не я стараюсь передать это фотографии, просто мои фотографии это передают, мое отношение к жизни и к людям. Все просто... А вдохнов... Я не ухожу от вопросов. Просто нет такого у меня списка, знаешь, пойду-ка я вдохновлюсь, значит, фэшн-фотографом. Так, вдохновился, галочка. Теперь я вдохновлюсь классным сериалом, галочкой. А что же в таком случае наполняет твою жизнь? Я знаю, что ты очень большое время отдаешь семье, чтобы... Ну, когда могисть. Да, конечно. То есть, меня... Ну, ты спросил, друзья или семья вначале, в Санкт-Петербурге. То есть, я когда выбрал семья, ты знаешь, что у меня друзей нет? Просто у меня и так достаточно много общения в жизни. Я так вот постоянно что-то езжу, и мне дома хочется просто съесть, выдохнуть, всех вот так вот обнять. Там, дома или там в доме. Мы сейчас дачу там довоевываем, достраиваем, да, чтобы выйти на лес ступень. Войнар начнет снимать. Я чувствую, что да, да, да. Ребеночек в траве, все дела. К чему это я вообще? Сейчас вы со мной не дозакончилось. Да, конечно, для меня семья важна. И, в принципе, именно поэтому мне не надо льстить или врать там на фотографиях, когда я там прошу там маму или бабушку обнять невесту. И это дело не потому, что я сейчас сниму кадр, который вызовет слезу. А у меня он вызывает слезу, правда. То есть, ну, редко, но у меня там бывает, что и на церемонии могут слезы потечь. Почему нет? Ну, ДХ-то для этого, то есть не видно слезу, я успеваю этого смахнуть и дальше снимать. Вот. Шестерка или Сонька, из-под нее уже все вот эти вот сопли, слюни все здесь. И борода специально, чтобы прятались там. Ну, естественно, конечно. Нам дальше слезы от воды, и здесь бочок. Поэтому, ну, конечно, да. Семья, да, да, да. Саша, привет. Вряд ли ты смотришь. У нас ребенок болеет, поэтому не до того. Что-то, может быть, что-то еще. Ну, то есть, я понимаю, что хороший фотограф это тот человек, который представляет, прежде всего, из себя личность. Ну, то есть, не только умение выстраивать композицию, не только умение шутить на свадьбе, грустить на свадьбе, грустить, плакать там, конструировать слезоотвод в задний карман, брюк и так далее. Свидетеля. Так. Без чего нельзя стать свадебным фотографом? Ну, то есть, и... Да, слушай, можно... Какой человек не может? Любой человек может стать свадебным фотографом, просто будет плохой свадебный фотограф. Ну, ты же... Ладно, хорошим свадебным фотографом. Таким, чтобы прям вот в топ моего, да. Так, ну, помнишь этот анекдот, там, когда блондинка у бога спрашивает, типа, боже, а правда, что там секс без любви это грех? Он говорит, все без любви грех. Ну, если ты не любишь свою работу, нафиг ей заниматься. Либо четко отдавай себе отчет. Я работаю за деньги. Да, тогда, значит, что бы там с тобой не приключалось, заставляю тебе невесту на ладошке 10 часов снимать подойдет. Снимай, тебе деньги платят. Ну, если уж на то пошло. Но я свою работу люблю, действительно. Я люблю новых людей видеть. Зачастую это все-таки классные люди и хорошие. Понятно, что не буду врать и говорить, что все мои клиенты это лапушки и зайчики. Все равно матрица дает сбой. Я все-таки коммерческий фотограф. Меня иногда, достаточно часто на самом деле, продает агентство на свадьбы, где пару я вижу вообще первый раз в жизни. И может быть последний. Но даже если что-то не сложилось по какой-то причине, об этом никто вообще никогда не узнает, что мне там было некомфортно. Я свою работу сделаю на твердую пятерку, за что мне, собственно, и заплатили. И при этом я еще найду, за что мне эту работу полюбить. То есть даже если там на меня кто-то смотрит там все высока, кидая пачки денег, типа иди работай. Ну, вокруг этих людей есть классные люди по-любому. Я сейчас очень утрирую. То есть такое не было. Мои разы, конечно, меня закидывали деньгами. Жаль. Жаль. Вот. Поэтому, ну, люби ты чем занимаешься. Потому что, если ты это не любишь, то найди что-нибудь другое. Зачем? Туда лезть? Да, там деньги. Куча денег везде, на самом деле. Если ты не идиот, денег везде куча. Причем, возможно, что даже больше, чем с Владимиром. Гораздо, да. То есть мы с другом, с Лешей Деминым, в Москве общались тут с полгода назад. Он говорит, я общаюсь, значит, ну, разговариваю со своими друзьями, бизнесменами. И понимая, сколько они времени тратят на свой бизнес, даю себе счет, что если бы я занимался их бизнесом, их бизнес был бы на нолик дороже. Просто потому, что, говорит, эти люди зарабатывают больше денег, гораздо меньше времени и сил ему отдают. Ну, вот так вот случилось, что нас фотографии унесло. Но мы от этого, конечно, это вопрос трудолюбия, некого, желание постоянно расти. Был это хороший вопрос у меня в голове и вылетел благополучно. Давай тогда попробуем показать картинки, если ты не против. Я попросил тебя устроить небольшое портфолио ревью. Да, хватай наш iPad, который не мини, но давайте я покажу, на чем приходится работать. Да, вот сравните просто. А я когда зашел, Саша говорит, ты будешь сегодня главным. Так, давай я сейчас спрещу его. Ой-ой-ой, пардон. Так, оп, оп. Ира, дай отмашку, все, появилось. Так, а что можно сказать? Давай я расскажу задание и дальше посмотрим. Там, по-моему, 12 или около того картинок, которые разные по стилю. Ну, то есть, нет задачи разгромить их флам, сказать, что почему каждая из них плохая. Стиль будет явно отличаться. Один, вероятно, ближе к твоему, один, вероятно, ближе к... К не моему. К не твоему. Да, назовем его так. Говори по-русски. Не твой арт. Так. Попробуй рассказать о своем неком отношении к этим картинкам относительно именно стиля, который в них присутствует. Ну, или можно... Можно я быстро пролистаю, раз их всего 12, потом вернусь сначала и расскажу. Ребята, а я напоминаю, что коль скоро у нас прямая трансляция, у вас есть возможность задать вопрос Лёше, все остальные вопросы, которые вы уже задали, я вижу и обязательно переадресую. Пишите их, потому что трансляция... Мы уже говорим больше часа, и поэтому спешите задать вопрос, потому что потом будете смотреть в записи, а, возможно, вы сейчас уже смотрите это в записи. Ну, типа, не знаю, сейчас у вас может быть завтра. Очень сложная шутка. У вас может быть завтра? Так. Мы ее поймем завтра. Да. Смотри, вот, коль мы загорели про портфолио-ревью, очень часто история, что мы сейчас не будем касаться стиля вообще там подачи в цветовой какой-то. Это интересно. Часть фотографов достаточно большая, они не видят и не хотят видеть свои косяки. То есть я сейчас не говорю про вылизанную фотографию, невеста в белом, на белом фоне и больше ничего нет в кадре. Нет, даже если картинка снятая на 16 миллиметров и полностью заполнена какими-то деталями, она может быть классная, может быть недоклассная, может быть не классная совсем. Потому что мы зачастую там, делая какие-то картинки, повторяем, видим в голове оригинал и, глядя на свою, пытаемся поставить между вот тем оригиналом и том, что у нас получилось, знак равно, не всегда ровное равно, и отмахиваемся от тех, кто говорит, что это не так. Поэтому самая большая проблема для фотографа саму себе ответить, что он косячит, что он делает что-то неправильное, что вот на этом классном кадре, где блик солнца упал в волосы невесте, они развиваются на ветру, каким бы классными ни были эти волосы на ветру, но у нее перекошенное лицо. Да, да, от этого. Я таких примеров знаю сотни просто, ну, с учетом того, что достаточно много ежу и преподаю. Так вот этот кадр мне нравится. Окей, очень долгое вступление. Ну, все просто. Этот мне нравится, потому что я ему не верю. То есть это, ну, женщина в полях, держащая красную тряпку, причем не самой выгодной стороны сфотографирования. Я сейчас не касаюсь модели совершенно, я касаюсь работы фотографа. То есть работа фотографа, ну, как минимум, снять человека не хуже, чем он себя в зеркале видит и на селфи. Ты сейчас пользуешься просмотром селфи своих будущих моделей, если есть такая возможность? Нет. Нет? Нет, я все равно так не сниму. Она себя снимет лучше, чем я ее на портретах. То есть всегда. Всегда. Поэтому я не лечу себе, что я, значит, сделаю. Так вот, не нравится. Во-первых, не верю. Во-вторых, я знаю, что девочка гораздо, гораздо, гораздо красивее, чем я снял фотограф здесь. Никого не хочу обидеть, но вот, ну, просто не самый выгодный для нее ракурс. Мне очень нравится, как платье разливается здесь, но не нравится, как у него из головы торчит кусок арки, потому что у него цвет волоса арки сливается. И вот эти мелочи, они, ну, то есть я его закрываю, этот кусочек арки, все нормально открываю. То есть если мы говорим про фотографии, напечатанные в книге, ну, там, знаешь, 60 на 30, да, то все вот эти мелочи, от которых вы отмахиваетесь, пока постите картинки в Инстаграм или ВКонтакте, они начинают вылезать, будучи напечатанными там больше, чем в формат диагонали iPad. На этом iPad. Да, 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 да. И нельзя от них отмахиваться. И самое-то важное мнение, что как только ты их начинаешь видеть и, блин, ретушировать, ты начинаешь лучше снимать потом, потому что при съемке ты помнишь, я в прошлую съемку замучился убирать там какие-то, значит, торчащие из голов там или еще откуда-то части тела там других людей, лучше я буду следить за задним фоном или за светом или за ракурсом. Вот, то есть мне все нравится здесь, кроме вот этой мелочи. Она ее убрать и будет классно. Да, отлично. То есть, говоря отлично, не знаешь, что я хочу себе такую фотографию, но в рамках стиля и как фотографии мне нравится. Вообще ничего не могу добавить, хорошо. Вот эти штуки, ну, то есть, здравствуй, Ваня Трояновский, все там огромное количество людей было на мастер-классах, да, теперь все, значит, хипстеров голых укладывают в студиях и снимают их в одеялах. Это все здорово. Но, ну, привнесите вы что-то новое тоже. От себя добавьте что-то, разденьте их совсем этих хипстеров или в шубы наденьте, я не знаю. Вот, это первое. А второе, вот этот кусок софтбокса, я не знаю, что это висит здесь в кадре. Вот, ну, вот, там же видно, да, ребят? Да, 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 ребят, видно. Когда там одна десятая кадра, одна двадцатая или там пол кадра чем-то черным закрыта, это очень круто на видео может быть. Да, мы ушли в черное, мы из черного вышли, титры пустили. На фотографии это брак. Это просто, я не знаю, что это вообще. Просто кусок ненужный здесь. Я его закрываю рукой, и кадр становится лучше. Все, очень просто понять, мешает ли что-то фотографии. Рукой закрой на экране. Все, поэтому я не буду говорить, да, про там содержимое, потому что повтор не самый лучший. Да, человек старался, человек снял. Ну, хорошая фотография. Ее можно сделать еще лучше, ну, просто путем кропа. Еще один момент. Очень многие фотографы, там, наслушавшись, действительно классных фотографов, которые говорят, я никогда не кроплю свои фотографии. Решаю, что они тоже действительно классные. Так вот это не так. Я очень часто кроплю, я очень много кадрирую, потому что, ну, не могу я на сто процентов на съемке прогнозировать, что там будет происходить там по углам кадра или еще где-то. Это нормально абсолютно. Так с чего вы решили, что вы вдруг идеально снимаете всегда и везде? Да, блин, нифига. Нет. То есть, почему кино снимается не в один дубль тогда. Причем людьми, у которых опыт там в разы больше, чем у вас. Как-то вот что-то делают, переделывают, стараются сделать лучше. Автограф, свадеба, значит, я так вижу, я, видишь, зацепил это меня как. Да. Ок. Нравится момент, не нравятся волосы в носу. То есть, это вот те мелкие. Это женский взгляд. У меня жена, меня знаешь, пока я в офис не съехал и делал фотографии дома. Ну, а съехал я в офис, потому что ребенок родился. И я сразу отвечу на вопрос, какого вообще я не дома работаю. Я понял, что я не хочу, чтобы мой ребенок запомнил, что он рос там со спиной отца, который играл, отстань, мне некогда. Вот. Это первое. А второе, я не буду говорить ребенку, отстань, мне некогда. Я буду с ним играть, то я работу не сделаю. В общем, у нас там в офисе пять человек, там, отцов, которые работают. Так вот, это очень классный кадр, если не смотреть на волосы из носа. А волосы из носа, блин, хорошо, невеста не увидит. Придет к ней подруга и скажет, слушай, клево, да, правда нос такой волосатый. И все. То есть любая вот эта мелочь, которая есть в фотографии, там, недосказанность или двусмысленность, поверьте, она вылезет. То есть если вы себе вот, да ладно, они не заметят, заметят, заметят. Вот. Поэтому... Если они не заметят, то они, может быть, почувствуют, ну, то есть какое-то внутреннее ощущение будет. Да, да. Мне не нравится этот кадр. Такой, блин, да он же классный, вы же улыбаетесь. Нет, конечно, ваша мама и друг, и коллеги, которые хуже вас снимают, они вам скажут, что это крутой кадр, потому что они так не могут. Но они достаточно крут. То есть давайте будем честны. Окей, окей. Вот. Сегодня минутка честности от Алексея Регайдина. Поехали. Нравится, вот прям очень нравится все. Ну, знаешь что, если уж совсем заморачиваться, вот у нее на лбу эта черная полоска меня смущает. То есть я бы ее убрал, потому что она просто чужеродная здесь выглядит, она очень контрастная. И все. То есть единственное, что я бы сделал, это показать, чтобы она стала еще более классной. Прям очень хороший кадр. А это вот тот случай, когда хотел что-то снять вау и в принципе снял вау. Но давайте будем честными. Мне, кстати, ребята эти фотографии все не напечатают никогда. Потому что чувака здесь нет, а у девочки еще с лицом тоже непонятно. Но снег эффектно летит. Вот. Поэтому в серии, ну может быть, как одиночный кадр я бы не стал. Да, понятно, что я очень многое выцеплял, выдирал. Ну, конечно. Это из контекста выдрано. То есть это возможно даже не в портфолио лежит одиночным кадром а где-то в серии. Мне не нравится, что они слиплись тут. То есть за секунду до, когда они там видели друг друга, но носами и лубами еще не в поцелуи вот от нее свалились, фотография была бы лучше. Но она такая достаточно типовая, то есть там пара на закате в контровике. В серии нормально, наверное, как одиночный кадр, ну не знаю. Я бы уж тогда их в траву посадил бы, чтобы вот этот свет фар им лица высветил, волосы бы у нее заиграли сразу. Да, то есть видишь, что в нижней части кадра вот здесь вот. Да, я понял. Это интересно, когда курс Сараханова снимали, у нас тоже была идея, что мы приедем на машине и подсветим машиной дерева. Потом выяснилось, что фары стелятся по земле, а как бы Хюнда это не поднимешь. Два домкрата. Да, нравится. Нравится же? Да, нравится. Все нравится. Нравится. Сам и себя уточнил? Ну да, пригляделся, посмотрел, все клево. На что ты обратил внимание? На лицо. Мне сначала показалось, что бликни там, просто показалось. Все хорошо. Нравится, классный портрет невесты, милый. Это же файн-арт. Ну, около того. Оно самое. Я так не умею. Это красиво. То есть я не могу все уметь, это классно. И это классно. У меня лошадь здесь нравится. Не в плане того, что мне пара здесь нравится. Просто я вижу эмоции, начинаю разглядывать фотографии, как лошадь. А это такой, ну, как бонус за разглядывание картинки. И в принципе, я даже не придерусь, что у нее здесь достаточно массивно получилось от смеха челюсть, потому что это очень классный по эмоции кадр. И меня здесь не парит. То есть бывают кадры, которые не до. И ты, получается, не прочувствовал эту эмоцию, а потом уже начал все эти косяки разглядывать. И понимаешь, что, да. Что, интересная подборка, разная такая. Ребят, никого не хотел обидеть, но раз уж... Сейчас. Короче, то, что вы классно снимаете, вам и так скажут ваши друзья. И лайки поставят в Инстаграме, и по голове погладят. То, что вы снимаете недостаточно классно, вам расскажут на портфолио-ревью, если вы куда-нибудь пойдете. А тут вам бонус. Даже если вы этого не хотели, сори, все к нему. Я уверен, что это будет полезно, если мы говорим о том, что необходимо постоянно учиться, то салон это как раз то, что нужно. Сразу в догонку к твоему небольшому портфолио-ревью от Павела Нюхенбахина. Простите, пожалуйста, сложно с фамилией у меня с чтением и русский язык не мой родной. Видимо, вопрос про кадрирование. Ты оставляешь оригинальные пропорции или крутишь-вертишь как хочешь? Смотри, те кадры, которые я даю клиента, я оставляю в оригинальных пропорциях два к трем. Потому что клиентов всех я люблю и заставлять клиента пытаться напечатать квадратный кадр или недопрямоугольный, объяснить печатнику, что надо оставить белые поля сбоку или сверху, это сложно. То есть в портфолио я могу положить и прям супер-усскую картинку, то есть там на сайт или еще куда-то именно книгу, но клиент получит картинку, которую он сможет пойти и напечатать без дополнительных каких-то приключений с объяснениями печатника. люди тебя дико благодарят за то, что ты ответил, потому что почему-то этот вопрос рисовал, интересовал многих. Раз уж мы подняли тему вопросов, этот вопрос тянется у нас опять же из стрима в стрим, и вероятно, здесь как раз интересно посмотреть, как каждый из вас на него отвечает. как же привлекать людей и как находить клиентов? Это сейчас прям вообще космосом в другую сторону. Это прям тема целого дня мастер-класса, но это никто, что я не буду вам рассказывать. Давай я расскажу историю. Я отвечу на этот вопрос сейчас, давай, давай. Расскажи историю. Я знаю одного, то есть та история, которая меня очень сильно зацепила. Может быть, у тебя есть нечто подобное, чтобы поддержать эту тему. Я не помню имя фотографа, к сожалению, у меня прям больная памятная имена. Рябуша. Саша. Ты бы сказал бы в начале стрима, я вижу, что маневш ты сидишь, что-то паришься. Он делал следующую штуку. Ну, то есть он американский фотограф, он сменил город, и были еще те времена, когда интернет был не так сильно развит, много было сарафана. Ему нужно было восстанавливать базу клиентскую каким-то образом. Это как раз тема интересная, как переехать в другой город. Он довольно неплохо снимал, но контакты были растеряны. Он договорился с довольно хорошим кафе, который вывесили его работу. Там что-то висело, он говорит, ну вы же хотите поменять, давайте вам напечатаю, да, там, может быть, вы напечатаете, чтобы я денег не тратил. Будет красиво, вот классные фотки, там всем нравится, вам приходят молодые люди. Они договорились, его работы начали висеть по всему кафе, и после этого каждый раз, когда клиенту ему звонили, он говорит, да, классно, давайте встретимся вот там на углу этой и этой. И в процессе разговора он так невзначай, а, кстати, посмотрите, вот мои фотографии висят. В 90% случаев клиенты его покупали. Может быть, у тебя есть какой-нибудь подобный трюк? Или у вас в два права менеджеры все отвечают? Слушай, ну, во-первых, я так делал. То есть, когда я больше и много работал еще в Петрозаводске, туда я и делал выставки там в самом дорогом отеле, например, где-то по бартеру, где-то там я сотрудничал с салоном свадебным, открылся новый салон, с трех классные платья. Говорю, вам же их надо наверняка отснять. Ну, надо. Говорю, давайте я вам сниму, сделаем там три классных кадра, мы их напечатаем там 60 на 90, вот и повесим здесь, подпишем, что это там фотография Леши Гайдина и книжку у вас положено. Но только мою. Не вопрос. Во-первых, люди любят халяву, а во-вторых, люди любят, когда, ну, не просто халява, еще классно сделанная работа. Ну да, Вот, то есть, это не какие-то же секретные методики, это просто телодвижение, которое обычно делать лень. То есть, многие фотографы, купив вот ту самую заветную там третью пятерку и к ней еще более заветный там 51,2, значит, вот я с ним сижу дома, ну, соседку сфотографировал, ну, подругу, я классный, почему никто вот об этом не кричит на улицах, не идет ко мне толпами. Я же классный, вот я сижу. А то, что, ну, надо сделать массу телодвижения, чтобы о твоей классности узнали не только соседка и подруга, почему-то в голову не приходит. И больше даже скажу, есть куча классных фотографов, которые действительно хорошо снимают, которые с негодованием рассказывают, что, представляешь, там, это вот, коза, полгода назад все начала снимать, у нее уже сарафан, она там про себя пишет, а я, да пиши про себя так же, если ты видишь, что у человека, который снимает хуже, чем ты, у него это работает, да, блин, что ныть-то, сделай так же, получи тоже результат. Нет, я, блин, я классный, но вот это вот, это выше меня, да. Ну, наимир рекламщик, если он тебе, выше тебя самому в этом говорить. Поэтому, ну, в нашем случае, да, у нас есть менеджер, который занимается, в том числе, раскруткой, который, ну, на общих, там, собраниях, там, делаем мы какой-то проект, интересен он нам, сделаем ли ему что-то интересное этим проектом, да, мы снимаем, там, не только свадьбы, мы стараемся, там, делать что-то интересное, подтягиваться в какие-то около свадебные истории, но уж точно не сидим ровно на попе. Так, при том, что у меня действительно, да, есть, там, достаточно плотно, там, забитые по работе, там, прошлые, позапрошлые, все, в принципе, года, и я надеюсь, что этот будет таким же, хоть он и сложный, как все говорят, но я четко понимаю, что если я буду сидеть на попе ровно, то это будет последний мой год, который там плотно забит за... А плотно, в моем случае, там 50-55 свадеб, не считая мелких каких-то историй, вот, поэтому, да, я буду двигаться и шевелиться, но можно успокоиться, сесть в уголочке и считать, обнимать вот эту единичку, иду к тебе классный, хороший, почему-то к мне приходят люди, не говорят мне об этом. Видишь, я приехал стрим рассказать, что... Класс. Интересно, как быстро ты согласился? Ну так, топ-топ. Вообще не было мыслей отказываться, тем более, если я понимаю, специально ехать, там, тратить на этот день, да, возможно, я бы и там день потратил, там, каких-то еще отдел нашел в Питере. Почему? Потому что, ну, во-первых, любое телодвижение, оно не остается кармически безнаказанным, да, то есть, если ты делаешь что-то, делаешь это классно, вот, то часть народу, там, кто-то о тебе узнал, и сейчас я, пшшш, отмотаю назад, очень многие, Костя об этом говорил, да, он выложил видео с Эльбруса, к нему пришла пара, по хэштегу Эльбрус, очень многие вещи, которые к свадьбам не имеют никакого отношения, они потом приносят, там, работу, знакомство, бонусы какие-то, но эти все вещи связаны с тем, что ты вывел себя из зоны, там, комфорта и равновесия. Из зоны дивана. Из зоны дивана, да, я, кстати, желал, что тут диван будет. У нас есть кресло наверху, ты можешь под сестре его посидеть. Вечно ты сбиваешь, рассказывай про диван. Я тебя проверяю. Да, я понял. Следующий вопрос от Татьяны Салтыковой. Насколько часто удается снимать в золотой час? Как правило, время для съемки выпадает самое неудачное время. В золотой час. А, в золотой час, в смысле, закатное солнышко, ну, то есть, условно, нужно ли переносить съемку специально, чтобы поснимать в это время, или, да горя оно огнем, в общем, пофигу. Нужно, ну, во-первых, давайте ответим на вопрос, кто хочет снимать в золотой час? Вы или клиенты? Если хотят сниматься в золотой час клиенты, ну, скорее всего, вам не составит труда их убедить, что им нужна свадьба на заливе, потому что, ну, где в центре Питера, ты там, значит, солнце поймаешь, и кто из ресторана тебя из гостей отпустит, даже на пять минут выскочить, это надо куда-то спуститься на лифте, выйти, в общем, тут еще какие-то люди гуляют, вот, поэтому, адекватные клиенты, а на самом деле, мне кажется, что нормальная свадьба, свадьба в одном месте. Не знаю, что все остальные неадекватные, но, просто, если мы говорим про удобство, дальше вернулись, дальше тусичь, танцы, музыка, вот, то есть, тему клиентам, у которых свадьба в ресторане, в центре Питера, он, скорее всего, золотой часа у них не будет, потому что мы элементарно его пропустим, мы его не увидим, это первое, а второе, ну, хочется вам снимать золотой час, возьмите вы пару, которая у вас была классная в прошлом году, платье, там, наденьте на невесту, на жениха костюм, поснимайте вы их в золотой час, то есть, у вас будут классные фотографии с классными людьми в классном свете, да ну, это же надо договариваться, это надо предложить, я лучше подожду свадьбу, которая мне, значит, все условия сделает, да не будет таких условий никак в жизни, ну, может быть, один раз поведет, давайте по-честному, окей, я думаю, что мы можем, на самом деле, потихоньку закругляться, здрасте, а что, два часа обещали, я стратил словарный запас, но можем закругляться, потихоньку, или это вопрос был, закругляйся, ребят, завязывайте, сколько можно, ну, то есть, полтора часа, это то, сколько приятно, комфортно смотреть, поэтому, ты уже второй раз уходишь, сядь, сиди, что ты, это была шутка уже, да, ты начинаешь самоповторение, все, да, полтора часа и начинаешь повторяться, я же говорил, что мне три часа тяжело снимать, это правда, я под тебя подстроился, ты прям выводишь, ну, что ты, а мы это вырежем, у нас же цензура в интернете, все дела, давай, у меня есть блок вопросов про работу на свадьбе, про развитие и про работу с клиентами, какие тебе больше интересны, потому что мне, мы все точно не успеем осветить, окей, давай тогда про работу с клиентами, потому что мы это вообще никак не понимали, ну, то есть, про поиск, вот сейчас мы об этом поговорили, я знаю, что первую свою свадьбу ты снял друзьям, да, или знакомым, да, как много я знаю, Алеша, так вот, ты уже 12 лет за мной следишь, да, с тех самых пор, это был я, где фото? Я отдаю, кстати, быстро очень, не затягивай, никогда не затягивай. Кстати, это очень интересно, ты отдаешь все фотки сразу, частями, и насколько быстро? Я сказал, это не для этого, но ладно, я отдаю анонс, через, иногда я могу в ту же ночь отдать, иногда через пару дней, анонсы, там, 40-50 картинок, на самом деле, это серия, которая всю свадьбу показывает, от и до, да, это стандартная серия, там, для конкурса, прям в ночь, ну, если мне прям приют, да, я еще там бодр, и там снимал, не это, 16 часов, могу и в ночь сделать, ну, это редко, но там 3-4 раза в год бывает, а так, 2 дня где-то, это анонс, то есть, то, что я там выложил на сайт, отправил ссылку, и люди там разослали себе, друзьям, вот, а так у нас 3 месяца срок, есть турбокнопка, там, месяц или еще меньше, и из-за этого срока я никогда не уваливаюсь. Окей, это единое правило для всех F2-прошников, или как вас называть? Ну, участников творческого объединения, участников творческого объединения, для всех фотографов из команды, давай так, сейчас я не подставлю же, но тут нет, 3 месяца у всех, да, если я не путаю. Ну, то есть, и все дают анонс примерно в те же сроки? Нет, это уже, личное? Да, это уже личное дело, для меня это точно такой же вывод из равновесия, то есть, я могу снять, положить эти фотографии, через 3 месяца к ним прийти, и в ночь перед дачей начать их делать, и сделать, убиться, и сделать, а могу тут же после съемки, по горячим следам, отсмотреть ее, понять, что было не так, я учусь так, то есть, я, ну, на своих же съемках, естественно, я тоже учусь, я понимаю, что у меня получилось, что нет, вот, опять же, каждый раз собирая серию, я понимаю, чего мне хватает, чего не хватает, каких-то кадров перебора, каких-то мало, абсолютно нормальная история, ты спрашивал, где я учусь, вот я учусь, постоянный самоанализ, на веселье, самоанализ не на тех, там, пяти свадьбах в году, которые прям классные вообще, а на всех, типа, окей, блин, я вот здесь мог дожать, а здесь не дожала, вот здесь, что-то мы задержались, да, ну, окей, ты можешь это выдать, как совет, в смысле, подписаться под этим, Леша Гайдин рекомендует, камера, но совсем никто из вас, но в практике, вот меня спрашивают, а что ты так вот прям на там, на мастер-классе, или где-то искренне так расскажешь, что ты делаешь, это же секреты, да, это, блин, не секреты, секрет в том, что мне тут сказали на одном, в Астрахани, помню, что надо вджобовать, вот, да, надо много работать, ну, я еще удовольствия от этого получаю, все очень просто, но, блин, много работать или танчики, танчики, вот, я отдам, сериальчик, сериальчик, сериалчик можно, слушай, идеальная работа, идеальная работа мечты, да, я понял, не, в идеале ты смотришь сериал, и обрабатывает обработчик, у тебя есть литушор, ты отдаешь, что-то литушоры? Слушай, не буду врать, у меня они, не ввели, черт, постоянного нет, то есть, под какие-то проекты, да, но я, конечно, очень хочу в следующий год, просто для того, чтобы больше бывать дома, ну, потому что, вот, я уехал, отснял, вернулся, тут же ушел куда-то в офис, режим супергероя, когда я мог встать в 6 утра, пойти, значит, поработать, там, в 9-9-30 вернуться домой, приготовить завтрак, мы все позавтракали, я, значит, пошел, еще поработал, и после обеда мы уже, там, гуляем с семьей, куда-то тусим. Это режим не супергероя, это режим суперпапы. Суперпапы, да, вот, но что-то этот год я прям не могу встать, то ли солнце мало, то ли еще что-то, но долгов у меня, поскольку нет, я там, январь закрыл, в феврале, я помню, там, последняя неделя, только то, что я снимал, там, 3-4 съемки, вот их отдать, и все, не свадеб, то есть, у меня зимой, кстати говоря, это зимой, почему-то свадеб, там, я помню, был вопрос, вот, нет, но есть куча других съемок, ну, к вопросу о том, что есть, что делать, чем заняться фотографы зимой, ну, даже, ты затронул этот вопрос. Я на тот, да, ответил, не доответил? Доответил. Ты снимаешь много чего еще, это, наверное, и будет твоим ответом на вопрос, чем заниматься фотографом зимой. Да, свадьба и события, я событийный фотограф, в жизни людей происходит масса событий, не только свадьба, просто свадьба лучше всего оплачивается, ну, плюс, там, куча всего происходит, и для фотографа интересно, но при этом, в общем, есть куча, там, дней рождения, открытий каких-то заводов, пароходов, там, те же аудио, вот эти, я перед началом рассказывал, там, зимний проект есть, у нас, который, на самом деле, я из-за ауди, вот, зимняя Карелия, проект у меня в альбомах, он есть в ВКонтакте, и ушел на вольные хлеба, то есть, я работал сисадмином какое-то время, до этого печатал фотографии, и потом, когда мне предложил, там, коллега, пойти зимой, а это январь, февраль, март, три зимних месяца, которые обычно как раз малосвадебные или несвадебные, на работу, за которую постоянно платят, вот, я, конечно, сказал, до свидания, сисадминство, и ушел, вот, то есть, мне повезло в этом плане, просто, на кучу народу, которые совмещают свадьбы с постоянной работой, я им дико не завидую, потому что, ну, надо же и на работе не провалить все, при этом сделать свадьбу, оставить клиентов довольно, ну, это какой-то ад, в общем, то есть, ты бы не мог рекомендовать заниматься таким? если вы снимаете 10 свадеб в году, наверное, можно, да, ну, то есть, можно где-то выкроить время, но это будет время либо в ущерб основной работе, либо в ущерб семье, если она есть, вот, если нет, то нечем занять это время, да вперед. Окей. Возвращаемся к вопросу, с которого я начал, я знаю, что ты первую свою свадьбу снял для знакомых и друзей, да, многим новичкам бывает трудно просить деньги за свои первые фотосессии, может быть, ты дашь какой-нибудь совет? Ну, или, в принципе, ну, да, просите деньги, ребята, деньги, я люблю деньги, все любят деньги, ты любишь деньги? Очень. Я очень люблю деньги, деньги вообще. Класс. Дай пятюню. Деньги. Можно этот вырезать 10-секундный ролик, короче, запостить потом, как рекламу стрима. Инстаграм ждет. Вести людей в заблуждение. Так вот, почему надо брать деньги за свою работу? Ну, потому что вы работаете. Все просто. То есть, эй, еще, погоди. Вообще, я людям, которые там работают на меня, которых я привлекаю, там, будь то ассистент или еще кто-то, я плачу, если я понимаю, что я попросил. Не знаю, были ли там вопросы или нет, мне периодически пишут, можно пойти с вами, значит, поснимать второй камерой. Я просто отражатель поддержу. Я даже не буду просить за это деньги. Чувак, если ты идешь учиться, ты мне должен деньги платить. Если я тебя выбрал, я тебе деньги заплачу, все просто. Поэтому, нормальная история, за работу получать. Если вы считаете, что вы хреново сделали свою работу, ну да, наверное, не стоит брать деньги, но вопрос, надо ли тогда идти фотографу, если настолько все грустно. А как учиться практикой, но при этом, ну то есть, вот этот узкий момент, условно, ты еще понимаешь, что ты плохо снимаешь, и тебе нужно практиковаться. Ну то есть, замкнутый круг из разряда, да, нам нужен человек с опытом работы, но... у меня вот ассистентка, Катя, который мы... Третий год, мы Катя, да, воображаемая ассистентка, вот, она мне написала, спросила, нужен ли помощник, как раз это был период, в который мне помощник был нужен, и ключевым моментом было, что она мне писала, я так и быть готова поснимать, там, и добавить себе в портфолио твои классные свадьбы, я хочу помогать и учиться. Так он там помогает, учится делать свои какие-то съемки, я вижу, что за эти три года человек прям растет. Отлично, хорошо. Другое дело, что чаще фотографы, которые хотят учиться, письмо это составляет, как некое одолжение фотографа, которому они пишут. Ну, у меня парк техники, я готов с вами, значит, одну-две свадьбы поработать. Блин, нет. До свидания. До свидания. Ну, иди, да, работайте. Мне либо нужен постоянный человек, на который я могу положиться, ты можешь даже не снимать на свадьбе, но научиться гораздо больше. Это как мастер-класс, а народ тащит технику, что из техники брать? Ручку. Как ручку? А как же я научусь? Смотри и слушай. Нет, я должен снять из-за спины фотографа, значит, в свете, там, который выбрал фотограф, там, пару, который фотограф санимировал, там, еще что-то, и потом положить себе, иначе для чего я сходил на мастер-класс? Блин, учись, смотри. Да, очень грустно. Грустно-то. Ну, просто, это же классическая история всех мастер-классов, но я думаю, что сейчас об этом нет смысла рассказывать, да, в которых есть практика. На днях, собственно, позавчера, я начинаю теряться, уже путаться в днях из-за этих постоянных праздников, я был на лекции у Полины Твердой, может быть, ты знаешь? Я видел у вас ее. Да, она у нас есть. У вас она есть, да? У нас есть с ней интервью, она есть в одном из курсов, да, у нее сейчас начался оффлайновый курс, пять или шесть лекций, разнесенных в течение кучи времени, чтобы было время пережарить все в своей ГЛОЕ. Она рассказывала о том, что специально убрала практику, потому что, ну, типа, вы зачем? Нафига? На практике, которая будет, вы будете только смотреть. Не дай бог, кто-то принесет камеру, и так практика будет, ну, типа, почти максимально приближенная. Ты на своих мастер-классах делаешь так же? Да, ну, на моих мастер-классах, ну, вот, поскольку у меня основной там фишкой является свет, работа со светом с постоянным и с импульсом, в боевых условиях, да, вне студии, то там в пол-мастер-класса нечего снимать, потому что, ну, либо ловить мою вспышку, потому что сложно, вот, смотри, да, запоминай, на айфончик можешь подснять там, ну, сетап, да, как свет выставлен. Более чем достаточно, чем ты там снимешь, не зная вообще, что и как, и для чего, и в косковой стороне была вспышка, почему она была на таком зуме, вот, и с таким фильтром, ну, к примеру. И это первое. Второе, у меня практика на мастер-классе, ну, длится максимум час, максимум. За этот час я успеваю показать постоянный свет импульсный из микс, там, доступного света импульсного. Все, то есть никто не успевает устать, все успевают офигеть, вот, и не успевают забыть вообще с чего начали. То есть, не, наверное, есть очень интересный мастер-класс, когда народ там с утра вышел, вечером вернулся, 8 часов что-то ходили, снимали. Просто мне это не близко, то есть я свои, ну, если мы говорим про там обучение, чего мы начинали как раз. Да, да, если говорить про обучение, то я стараюсь дать именно так, как мне было бы интересно, мастер-класс таким, который мне было бы интересно посетить. То есть я понимаю четко, что все равно я не дам 100% полезной информации, даже 30, все равно все это знают. Но я понимаю, что людям интересно посмотреть, как это было снято. Поэтому у меня там есть картинки, значит, финальный результат, и там чуть более широкий, там, почему, где был свет вообще, что происходило. То есть мне именно это интересно, там, разглядывая картинки других фотографов, понять, например, если мы говорим про свет какой-то. Собственно, если быть максимально честным, да, то я хочу давать людям то, что я сам бы хотел получить от обучения. Как-то так. Не биографию свою, какую камеру я первую купил, кто мне ее купил, да, да, а все четко и без воды. Воду я пью. Хорошо, ну что ж, я думаю, на этом можно заканчивать наш до безобразия веселый стрим. Единственное, что я сейчас гляну, вопросы, потому что нас тут благодарят и поздравляют. Так, там, пам, 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 это было. Заключительный вопрос. Как много занимает времени ретуш в художественной части съемки? Вообще, я ретуширую не только художественную часть, если уж на то пошло. То есть, нет такого, что я, значит, портреты ретушировал, а во время танцев, там, где у любимой тети, да, получилось два подбородка, я так и оставил. Типа, мучайся. Нет, конечно. Ты такая какая-то есть. Да, нет, да, нет. Про время. В среднем, я засекал, тут в среднем у меня получается 100 картинок в час я вывожу из лайтрума, то есть, это картин, которые прошли цветокоррекцию, раскиданы градиенты, скадрированы, как мне надо. Вот. Это занимает, ну, с обычной свадьбой у меня где-то картинок там 500-600, редко 700. То есть, я не отдаю огромное количество дублей, я говорил. Я бы хотел еще меньше отдавать просто на клиент, который подготовить потихоньку. Потому что, повторюсь, 50 картинок анонса за глаза. Вот. Не знаешь, что нельзя отдавать фото с гостями? Нужно. Кстати, один из вот, это не топ-10 фотографий, но это скорее топ-10 моментов, это фото с гостями, которые надо обязательно снять. Даже если не хочет пара, надо прям их вытащить в паузу или после церемонии или организаторам сказать и отснять себе гостей. Они же красивые, пришли в прическах, там, платьишках. Ну, кто пришел. А? Ну, кто как, да? Вот. Соответственно, первый день, я два дня обычно делаю, могу сделать за день, но это в следующий день буду ненавидеть компьютер. А так я, в общем, и сериальчик посмотрел и картинки вывел. Вот. Часов 6-7 я их вывел из Лайтрума. Это, естественно, этому предшествует отбор, два или три раза я прогнал, там, те, там, тысячи, там, две или три, там, картинок, которые принес со свадьбы. Вот. А второй день я делаю ретуши. Я не ретуширую все, там, 600 картинок, потому что, ну, давайте по-честному, их не будут все 600 печатать. В хорошую книжку пойдет 60 картинок, ну, редко 70, если мы не мельчим, там, по 200 кадров на странице. Вот. Соответственно, я делаю авторскую серию. Помнишь, я говорил, что я делаю каждый раз анонс, когда я делаю серию, я расту над собой. Я делаю чуть более, ну, как, чуть в три раза более, расширенную серию, там, из тех, там, 600, выбираю, там, 150, 160. Почему? Потому что я хочу, чтобы клиент посмотрел картинки на одном дыхании. 600 фотографий может пролистать невеста. Может быть, невеста с мамой или с подругой, но и то подруга на самом деле на 300 фотографии уже просто... Вот. А 150, 160 прям отлично смотрится, как кино, которое ты посмотрел, на, пересмотреть, хорошее кино было, еще раз скажу через неделю. Вот. Их я ретуширую, там, мне это необходимо. Да, да, да. Если там наш выбор не совпал, а редко бывает, что на 100% выбор фотографа и выбор девочки-невесты совпал, ну, если мы говорим про фотографии в книжку, то, конечно, фотографии в книжке я тоже ретуширую. Ну, что значит ретушь? То есть, я не делаю там бабушку любимую, 18-летний. Можно, фотошоп сейчас вообще все может. Зачем это? Я выбираю те вещи, вот я, которые когда говорил, ну, мини-портфолио-ревью, те, которые меня парят в фотографии, которые мне не нравятся. Не нравится мне история подбородок, и я не смог на это повлиять во время съемки, там, ну, на церемонии, да, я же не буду кричать, там, тетя, подбородок. Вот. Другое дело, что я перед церемонией обычно там знакомлюсь с гостями. Ну, почему я говорю церемонию, потому что... Здравствуйте, Алексей, подбородок выше. Того, да, 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 увидишь, что я навел камеру, поднимай подбородок. Вот. И у меня уже есть контакт с ними, там, во время даже церемонии. Если я вижу взглядом, я могу сказать, да, и снял. То есть, если я могу вмешаться, но при этом, это вот не будет, да, замирание и смотрение в кадр, я вмешаюсь, вот. Но где у меня не получилось, я подретуширую. Все просто. То есть, без фанатизма. Ну, я понял. Окей. Ну, что ж, я думаю, что это был очень развернутый ответ на вопрос о том, сколько времени уходит на ретушь. На самом деле, у меня миллион еще вопросов, которые хочется у тебя узнать, но я их узнаю после окончания стрима. А на этом мы заканчиваем. Я искренне надеюсь, что вам понравилось. Мне понравилось. Мне понравилось. Тебе понравилось? Ну, что ж, как говорится, работа мечты. Главное, чтобы вам нравилось. Ну, что ж, а на этом давайте прощаться. Напоминаю, что это не последний стрим в нашей серии марафонов. Увидимся с вами через неделю при следующей встрече. Все. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова